Была возможность вообще попасть под машину. Так рисковали мы. И продолжают рисковать вот уже шесть лет подряд. Все это время, чтобы элементарно добраться до больницы или школы на Симафорной, жителям микрорайона Первомайский приходится либо полтора часа ехать на автобусе по пробкам, либо идти около 40 минут пешком, либо рисковать своей жизнью и перешагивать через железнодорожные пути. Это и есть самый коротчайший маршрут. Петр Петрович – житель Кировского района. По его словам, без Виадука, который бы соединял между собой два микрорайона, обходиться практически невозможно. Туда и две остановки идти, и обратно. Это же ведь все рано утром, транспорт не ходил. И очень обязательно нужен. Я тратил 20 минут, а так уходило 40 минут, если в обход по Злобинскому мосту. Точкой невозврата, когда сотни красноярцев оказались отрезаны от основной части района, стал 2014 год. Тогда в опору конструкции въехал КАМАЗ. От удара рухнули несколько пролетов Виадука, а в результате погибла 51-летняя женщина. Но были и другие опасные случаи. В общей сложности за 6 лет при переходе через ЖД пути погибли 2 человека, и 13 получили серьезные увечья. Но и попытки собрать деньги на строительство нового Виадука тоже были, правда, тщетные. Сейчас же, по словам депутата Марины Добровольской, дело сдвинулось с мертвой точки. Сказать, что есть проблема, собрать подписи, это очень легко. А вот переделать ноги к тому, чтобы эта проблема была разрешена, это, я вам скажу, дорогого стоит. Я обошла кабинетов, наверное, 20, доказывая не на эмоциях, что это необходимо, а на документах. Исторически сложилось так, что люди огромного кластера могли перейти через ЖД пути и оказаться через 7 минут в поликлинике, в соцзащите. Это не дело. Люди должны иметь возможность мобильно добираться до органов власти. И вот здесь, я вам скажу, очень сложное решение. Но оно все же есть, по крайней мере, по словам Марины Добровольской. 16 миллионов рублей на проект нового Виадука уже есть, их выделил губернатор Красноярского края. Для того, чтобы облегчить дорогу красноярцам, новое сооружение планируют построить со всеми коммуникациями и лифтами для маломобильных групп. Проект уже находится на следующей стадии государственной экспертизы. И сейчас главный вопрос – это финансирование. На сегодняшний день объект проходит государственную экспертизу. Ориентировочная стоимость объекта порядка 350 миллионов рублей. Параллельно мы ведем работу по включению этого объекта в финансирование. На сегодня еще источник финансирования не определен. Это может быть либо городской бюджет, либо вышестоящий бюджет. Например, какая-либо программа, под которую подойдет этот объект. Правда, Марина Добровольская уверена – такие деньги город предоставить не сможет. Это слишком неподъемная сумма. Здесь, считают депутат, необходимо обращаться напрямую к РЖД. И связь с ними уже есть через представителя Красноярского края в Совете Федерации. Но говорить о выводах пока рано. Красноярцам остается лишь ждать, что связь с городом наладят в ближайший год. Полина Михальчук, Сергей Кашин. Новости ТВК.